Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 января, отмечается Рождество Христово. Это один из самых чистых и светлых праздников в Православии. И с ним вас поздравляем мы, Олег Соловьев и Ксения Вьюшкова. Значение Рождества настолько огромно, что от него ведется ретоисчисление и называют его матерью всех праздников. За столь длинный путь произошло немало удивительных событий, которые навсегда останутся в нашей истории. Об интересных фактах о Рождестве узнаете далее. Главный факт – не все православные отмечают рождение Христа в один день. Мы привыкли к тому, что православное Рождество отмечает 7 января, а католическое – 25 декабря. Но это не совсем верно. Оказывается, праздник Рождества на 7 день года отмечает не все православные, а лишь некоторые церкви, среди которых русская, иерусалимская, сербская, грузинская, а также афон. Иные православные церкви празднуют 25 декабря, но не по Григорианскому календарю, а по Новоюлианскому. Согласно вычислениям, к 2800 году эти два календаря совпадут, ну а пока Новоюлианский отстает примерно на 5 дней. С принятием христианства началась новая история Киевской Руси. После крещения старые языческие традиции начинают постепенно отступать. Летописи подтверждают, что первое Рождество после крещения Руси отмечалось в 988 году, 25 декабря. Не одно столетие Рождество являлось основным праздником в зимнее время года, имеющим большее значение, чем Новый год. Даже реформа Петра I об обязательном праздновании Нового года не смогла изменить ситуацию. Рождество было главным торжеством зимы вплоть до 1918 года, когда советские власти наложили на него запрет. Известное всем слово «вертеп» имеет прямое отношение к рождественскому празднику. «Вертеп» в старославянском языке переводится как «пещера». По библейским преданиям именно в пещере родился Иисус. В конце XVII века в России появляется вертепный кукольный театр, который впоследствии становится народным. Он представлял собой деревянный ящик, сделанный в два этажа в виде сценических площадок. Театр назван в честь рождения Христа в пещере, укрывшей его от ирода. Сценки и жизни Иисуса проходили в двух частях – бытовой и религиозной. В дальнейшем появляются и другие сюжеты, которые традиционно ставили до Октябрьской революции. Несмотря на запрет Российской империи наряжаться в кумирские одеяния, игрища и идолопоклоннические предания, а в некоторых регионах языческие обряды и предавания сохранились по сей день. Рождество – это начало святок, которое проходит до 19 января. В этот период запрещалась охота на животных и птиц. В деревнях сооружали соломенный сток и сжигали его всей семьей, чтобы умершие предки могли погреться у огня и способствовали плодородию. Перед Рождеством наводили порядок в доме, купались в бане, надевали новую одежду и застилали стол чистой скатерью. Пол покрывали свежей соломой, таким образом напоминая, что Иисус появился на свет в хлебу и лежал в яслях на соломе. В доме устанавливали ель, украшенную вихлеемской звездой и различными сладостями. Рождественский ужин традиционно служил приглашением для одиноких путников или знакомых. Даже волки не оставались без угощения. Считалось, что, познав человеческую доброту, дикие звери не будут вредить скотине. Основным блюдом рождественского стола была свинина. Из нее готовили холодец, жарили и фаршировали. Также ели рыбу, дичь, зайцев и гусей с яблоками. Блюда подобались как запеченные в печи в целиком, так и с кашей в нарезанном виде. Разнообразная выпечка в виде пирогов, растягаев, ватрушек и курников была изготовлена с разными начинками – овощными, фруктовыми, мясными и рыбными. Пили кисель и компот с медом, бастилой и хворостом. 1917 год стал для православных граждан началом новой жизни, в которой запрещено не только отмечать один из самых любимых праздников, но и даже упоминать о нем. Под запрет попадает ель, символизирующая Рождество, а на смену Вифлеемской грязи приходит Пятиконечная. Жители украдкой проносили еловые ветви, чтобы спрятать их в самом упромном месте. Рискуя своей работой, свободой и жизнью, в годы репрессии Рождество отмечали в невероятных условиях, проводя тайные службы в домах. Хотя Новый год признан советским праздником в 1935 году и запрет был снят, наряженные елки стали новогодними, а звезда на верхушке так и осталась Пятиконечной. Официально Рождество на законодательном уровне возродили лишь в конце 1990 года. 7 января 1991 года Рождество становится нерабочим днем. Возможно, предпосылкой послужил всесоюзный 24-часовой телемарафон Советского детского фонда. Он проходил 7 января 1990 года и собрал по тем временам рекордную сумму – 102 миллиона рублей, доказав, что Рождество является для россиян особенным днем, о котором все помнят, несмотря на запрет. После распада СССР Новый год так и остался главным семейным праздником, а Рождество празднуют лишь православные верующие. Зато недолгое время, когда православный праздник Рождества Христова был запрещен, многие традиции были утрачены. В настоящее время старые обычаи пытаются возродить, восстанавливая их по крупицам. Одним из них является поверье, что усопших нужно поминать огнем, а снопы соломы перед иконой привлекут в дом благополучие. Рождественская вода считалась целебной, поэтому в ней не только мылись, но и замешивали тесто на пироги и караваи. Сложно представить, что Рождество не у всех россиян вызывает восторг и радость. Известно, что у него есть и противники. Такие случаи произошли в 1999 году и 2008 году. Атеисты и неоязычники неоднократно подавали в суд жалобы. В качестве аргумента приводилась Конституция Российской Федерации, в которой написано, что ни одна религия не является обязательной, а значит, Рождество не может быть выходным днем для каждого гражданина. К счастью, для всех остальных миллионов жителей такие жалобы отклоняются пояснением, что законодатель вправе решать, когда и кому отдыхать. Рождество – это праздник, прошедший испытания не только временем, но и трудностями, связанными с запретом. Но с каждым годом количество людей, считающих Рождество не просто продолжением новогодних каникул, только растет. К празднику можно относиться по-разному, но нельзя не согласиться с тем, что это событие создает особую атмосферу добра и уюта. Надеемся, именно в такой атмосфере вы и проведете сегодняшний день. Счастливого Рождества и до встречи завтра! Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин